О, благодать, спасен тобой я из пучины бед, Был мертв и чудом стал живой, Был слеп и вижу свет. Замечательные слова в этой старенькой христианской песне. И сегодня хотел бы поделиться с вами словом благодати. Почему об этом говорю? Потому что из моего личного наблюдения сегодня я вижу, что сотни верующих людей страдают от законнических заквасок, которые им насаждают в церкви. Сегодня вообще очень странное и удивительное время, в котором мы живем. Также я заметил, что верующие люди, которые находятся дома, поют дома, молятся дома, читают самостоятельно Евангелие, общаются с Господом Богом, просто ощущают это Божье присутствие и Божья благодать в своей жизни. Они слышат Его голос, они с Ним общаются, они читают Евангелие и пьют из Него, как из свежего родникового источника. Но когда они приходят в то или иное собрание, которое они не посещали, допустим, несколько месяцев, то там они видят жуткую атмосферу, там тяжело слушать, там Слово Божье вообще, ну, очень тяжело заходит в их сердце, атмосфера там какая-то у них резиновая в собрании. Казалось бы, почему так? Мне кажется, потому что генаминоцизм сам себя практически изжил. Мне кажется, причина тому, почему люди перестают в церкви видеть Божье присутствие и Божью благодать, конечно же, не везде и не во всех собраниях. Хочу сразу заметить, чтобы меня не критиковали, думая, что там я все говорю, что так все плохо во всех собраниях. Нет, есть собрания в действительности замечательные, где люди с полной верой, любовью и благодатью находятся, живут в благодати, и там замечательные присутствия Божьи и благословения ощущаются в таких собраниях. Но я не об этом. Почему же человек, приходя в некоторые собрания, не видит там вообще действия Святого Духа никакого? Мне кажется, потому что люди потеряли благодать. Потому что они стали переходить на сферу законничества, где они постоянно что-то друг от друга требуют и делают какие-то обязанности, вводят какие-то обязательства, ставят людей под закон, ставят их под проклятие. Тем самым у людей то, что они обрели на первоначальном этапе своей христианской жизни, все это у людей теряется. В Евангелии говорятся следующие слова. Вспомни, откуда ты упал или где ты упал, и покайся, и твори прежние дела. Если ты перестал видеть Божью благодать в своей жизни, если ты перестал наслаждаться присутствием Божьим в своем собрании, это, скорее всего, верный знак, что учение в твоем собрании стало законническим, и благодать постепенно была выдавлена и смещена какими-то делами. Поэтому Дух Святой огорчается и не присутствует на таких собраниях. Почему? Потому что мы живем сегодня в иных условиях, в ином завете, с исключительно другими обетованиями, не с таким заветом, как Бог заключал в одни Моисея, когда Он дал закон и заключил этот завет с израильским народом. Сегодня у нас другие отношения и хождения перед Господом Богом. Новый завет это завет в Божьей благодати. Знаете, благодать это не то, что ты сделал и заработал. Подумай, почему ты стал христианином? Неужели ты делал какие-то добрые дела в надежде, что Бог будет к тебе благосклонен и тут вдруг озарил тебя свет с неба, потому что ты был такой хороший человек и Бог подумал, вот этого, наверное, точно я спасу. Нет! Многие из вас, ну, во всяком случае, некоторые, наверное, дышали угрозами и были религиозно законсервированы, были, наверное, хуже самого Савла, который дышал, угрозами преследовал верующих. И помните, когда он шел в Дамаск, он был такой грозный, преследуя, значит, этих сектантов, говоря современным языком. И тут его осиял свет с неба. Представляете, благодать пришла к тому человеку, который этого со стороны законничества практически не достоин. Посмотрите, Павел ничего доброго не сделал, чтобы обрести благодать и чтобы Бог призрел на него. Абсолютно. Апостол Павел все делал вопреки этому. Представьте. Павел делал все наоборот, и все его деяния должны были принести в его жизнь только проклятие, разруху, уныние, депрессию. И вообще, Бог, в принципе, мог бы вообще его поразить и его уничтожить. Но вы посмотрите, что такое Новый Завет. это выражение Божьего милосердия к тому, кто этого практически не достоин. Вот почему Иисус сказал знаменитые, драгоценные, золотые слова, что Господь Бог посылает свою дочь праведным и неправедным, что Бог любит даже тех, кто неблагодарен и злой. Бог любит людей. Это и есть его благодать. Он не желает, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все люди пришли к покаянию. Даже самые отъявные грешники, самые нечестивые получают от Бога благодать, и это абсолютно незаслуженный дар. Вспомните, что говорит апостол Павел. Мы получили от Бога благодать и апостольство, чтобы покорять вере все народы. Они задавались ли вопросом, как же апостол Павел получил эту благодать? Вот удивительно. Он что, старался что-то сделать, чтобы стать апостолом? Он разве молился и просил Бог, сделай меня твоим апостолом. Я хочу приносить плоды для твоего царствия. Я хочу быть твоим апостолом и нести веру во все народы. Нет, как раз таки Павел по своим делам все делал наоборот. Он гнал верующих. И вот она благодать осияла его. И именно благодать пришла к нему незаслуженно. И он обрел благодать, чтобы в вере покорять впоследствии все народы. И до сих пор послания апостола Павла употребляются Святым Духом, чтобы покорять людей в вере в Евангелие. Вот это да, изумительная благодать, не правда ли? Я встречаю сегодня сотни, десятки верующих, получаю звонки от многих христиан, от многих разбитых душ, которые просто разбились в своих собраниях, которые чувствуют себя абсолютно угнетенными людьми. Они думают, что Бог их не слышит, они думают, что Бог их уже ненавидит. А все потому, что наслушались проповедников, которые проповедуют им сплошной Закон. Конечно же, смотрите, они не ссылаются, они не говорят, вот в Законе сказано, вот Ветхий Завет, вот Моисей сказал, хотя и это иногда делают. Но они Новый Завет преподносят таким образом, что он людей не подымает, не окрыляет, не освобождает, а угнетает. Обратите внимание, что даже в Новом Завете можно вытащить такие места Писания, которыми ты не оживотворишь человека, а наоборот, убьешь в нем все, что связано с верой. Знаете, у этого обоюдоострого меча, который есть Божье Слово, он потому и называется обоюдоострый, у него две стороны, острия у этого меча. То есть, с одной стороны, можно поражать врага этим же мечом, с другой стороны, вы можете поразить верующего человека этим же мечом, уязвляя его. Вот, я думаю, недаром говорится в Писании, что иной пустослов уязвляет, как мечом. Чем? Словами уязвляет. К сожалению, мечи верующих людей сегодня направлены не на врага душ человеческих, а друг на друга. Или, знаете, я нахожу еще одну тенденцию, когда люди пытаются перед Богом чем-то оправдаться. Один лучше другого. Одна сестра говорит, о, я буду носить юбку до пяток, и я обрету благодать перед Богом. Третья, о, я не буду принимать лекарства, и Бог меня благословит за это. Четвертый говорит, о, я буду поститься каждыми днями, я буду молиться по три, по шесть часов в день, и точно Бог меня увидит. Слушайте, люди, ничего подобного. Благодать не обретается таким образом, что вы будете носить юбки длинные. Я не против этого, я даже, кстати, поддерживаю, когда сестры очень скромно одеваются, носят длинные юбки, которые прикрывают части ихнего тела. Я считаю, это здорово, когда сестра выглядит благочестиво. Конечно, не в мешке с красивой тканью, опрятной, красиво одетой, как леди. Я считаю, это, о, выглядит здорово. Равно, как я считаю, когда брат ухоженный тоже, знаете, а не когда он ходит помятые, штаны грязные, оборванные, вонючие носки, неухоженные, и говорят, Бог смотрит на сердце. Я согласен, Бог смотрит на сердце, но когда ты приходишь в собрание, в домашнюю ячейку, раздеваешься, снимаешь свои сапоги, оттуда ууууу, джинны выходят, джинн выходит, и мутить людей сразу начинает. А ты думаешь, что это бесноватые разбегаются от тебя, одержимые братья и сестры, которые от тебя выбегают. Я как... Бесы из них вылазят. Нет, это не бесы из них вылазят, это просто у тебя в ботинках живут джинны, вот, и в носках твоих живут, вот, как-то так. Ну ладно, давайте отойдем немного от этой юмористической стороны. Смотрите, Божья благодать, она приходит в нашу жизнь незаслуженно. Удивительная благодать. Так вот, она приходит не потому, что ты шесть часов молился. Кстати, Иисус говорит, не будьте в молитве многословны, как это делают язычники, которые думают, что в многословии своем будут услышаны. Я удивляюсь, но сегодня в большинстве своем у многих христиан даже вот такое языческое учение. Они говорят, надо молиться, шесть часов в день молиться, 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 мы сделаем молитвенную цепочку. Каждый будет молиться по часу, потом друг друга сменять. Вот они как постовые молятся, одни час молятся, Вася молиться закончил, начинает молиться Петя, Петя закончил, начинает молиться Машенька, у них все по часам. Они думают, мы обретем благодать у Бога, если будем так молиться. Послушайте, такого учения вообще нет в Библии. Иисус говорил, вообще, закройся в своей комнате в тайне, помолись, и Отец Твой Небесный, увидя тайное, воздаст Тебе явно. И не обязательно молиться по шесть часов. Ведь Евангелие также нам говорит следующие слова. Мы иногда не знаем, как молиться, как должно молиться, то есть как нужно, как правильно, или мы не знаем, о чем молиться. Но сам Дух ходатайствует в нас воздыханиями неизреченными. Вы все слышали? Воздыхания неизреченные. То есть невысказанная молитва вслух. Когда ты не знаешь, как высказать, что высказать, но Дух внутри тебя стенает. Послушайте, это одна из мощных молитв. Стенание Духа внутри тебя. Потому что Дух ходатайствует за святых по воле Божьей. Стенание Духа внутри тебя и есть жертвенная молитва. Понимаете? Ходатайственная молитва. Когда ты приносишь молитвой ходатайства брата твоего, сестру твою, пастора твоего, я не знаю, жену, детей. Богу в молитве. А вы знаете, еще одно проявление сильной благодати, и я это очень часто вижу в своей жизни. Я не хочу хвалиться, да и мне нечем похвалиться, и я не могу похвалиться, что я великий молитвенник. Знаете, как пастора там хвалятся, они там два часа в молитве, три часа, они там молятся, молятся, чтобы слово пришло. У меня молитвы вообще очень короткие. Но все, что я обретаю от Господа Бога, приходит через благодать. И я понимаю, что я этого не заслужил, я этого не вымолил, я это не выпросил. Это само ко мне пришло. Знаете, с чем я еще связываю благодать? К примеру, тебе нужны деньги. У тебя есть нужда. Тебе нужно заплатить по счетам. А у тебя их нету. И ты ни у кого не просишь в силу своей, так скажем, стеснительности. И тут вдруг Бог-то видит, что у тебя есть нужда. Маша или Петя приходят и дают тебе, держи, брат, тысячу рублей. Послушай, ты заработал эти тысячи рублей? Нет. Ты их просил? Нет. А почему ты их получил? Потому что Бог благодать я сравниваю с незаслуженными действиями, когда ты не просил у Бога, когда ты не искал этого, не вымаливал и не выпрашивал, когда оно само к тебе пришло. Вымаливал ли или выпрашивал ли Павел, чтобы Бог сделал его апостолом для всех народов? Нет. Он делал все наоборот. Но он получил благодать. И не потому, что он был такой хороший, потому что по своим делам Павел был очень плохой. Назвал себя даже неким извергом. И недостойным даже называться апостолом. Но благодать к нему пришла не потому, что он такой хороший, а потому, что Бог благой. И сегодня ты получаешь благодать не потому, что ты такой хороший, молишься по шесть часов в день. Благодать приходит, потому что Бог благой. И от греха ты освобождаешься не потому, что ты постишься и выпрашиваешь у Бога. Ты освобождаешься от греха, потому что Бог к тебе благой. Ни одно твое дело, которое бы ты старался делать для Бога и думал бы, что бы Бог для тебя сегодня сделать, чтобы обрести благодать. Нет ни одного такого действия, которое ты бы сделал чисто на механическом уровне, чтобы это действие принесло благодать в твоей жизни. Люди, благодать приходит в нашу жизнь исключительно через веру. Благодать не зависит от дел. Благодать не зависит от твоего достоинства или недостоинства. Она просто приходит в твою жизнь, потому что Бог благой. Мария, что ей сказал ангел, когда ювенца? Обрела ты что? Благодать. И что, Мария пыталась что-то сделать? Она даже не знала, для чего она предназначена. Она даже не знала свое предназначение. Иначе она не задавала бы вопросов ангелу. Она просто вела благочестивый образ жизни, будучи верующей, соблюдая закон Моисеев. Как это и было положено соблюдать людям, родившимся в израильском народе. Да, она была девой. Но кроме Марии, дев тоже было много во всем Израиле. Так почему же Бог избрал именно ее? Что же она такого сделала? Я не думаю, что Мария была благочестивей всех женщин, существующих в Израиле на то время. Нет. Она была благочестивой женщиной. Она была благочестивой верующей в согласии с иконом. Но Бог послал к ней ангела не потому, что она этого была достойна, а потому, что Бог благой. Потому, что его взор просто упал на нее. Потому, что Бог знал, что именно она сможет быть таким сосудом, который сможет это семя выносить. Кормить его, ухаживать за этим младенцем. И перенести это в своем сердце. Выдержать. Выдержать огромнейшую ответственность. И Иосиф был Богом именно предузнанным таким человеком, который сможет это перенести. Представьте, когда он хотел на ней жениться, он узнает, что она беременная. Ты представь, брат, себя на месте Иосифа. Ты полюбил девушку, она тебе говорит, что девственница. И тут ты узнаешь, слушай, она беременна. Ой-ой-ой, да такое не каждый мужчина переживет. И Иосифу это тоже было тяжело принять, когда он это узнал. Ему было настолько тяжело, что Богу пришлось послать ангела к Иосифу во сне. И тот ему сказал, не бойся принять жену твою, Марию. То есть она не нагуляла, но в ней рожденная есть от Духа Святого. И Мария тоже ничего для этого не сделала. Это просто благодать, которую она обрела незаслуженно. Кто-то думает, что она чем-то это заслужила. Так она же и не знала своего предназначения. Она ничего для этого не делала. Она просто жила в согласии Слова Божьего. Хранила себя в чистоте, как и должны были хранить себя в чистоте очень многие женщины ее времени. И приходит ангел и говорит, ты зачнешь, ты родишь сына, на реку ты имя Иммануил. Она говорит, а как это будет? То есть она этого не знала? Это застало ее врасплох. Она к этому не готовилась. Никакого откровения у нее не было. Она этого не искала. Не искала. Она об этом не молилась. О, Бог, избери меня, чтобы я была этим сосудом, через который Спаситель придет в мир. О, Бог, я буду делать все, чтобы именно я была этой женщиной. Она ничего этого не делала. У нее даже откровения об этом не было. Ее застал ангел врасплох. Неожиданно. Иначе она вопросы бы не задавала. Она бы тогда сказала, о, я всю жизнь ждала, когда, ангел, ты ко мне придешь. Я молилась, я постилась, я все для этого делала. Нет, она просто жила в согласии того времени и тех условий, которые были. Я надеюсь, что вы поймете, что такое благодать Божья. Она приходит незаслуженно, тогда, когда ты ее вообще не ждешь. Она неожиданно приходит, как снег падает на твою голову. Так же неожиданно, как ты просыпаешься утром, а у тебя снег во дворе лежит. То же самое и с благодатью. Она приходит незаслуженно, тоже и с дарами, тоже и со служением. Павел стал апостолом тогда, когда он этого вообще не искал и не просил. Но делал все наоборот. Изумительная благодать, не правда ли? Я люблю о ней проповедовать. Много лет назад, когда я размышлял о благодати Божьей, Святой Дух проговорил в мое сердце. Я помню, это прошло, наверное, уже лет 17, может быть, 18 с того времени. Я до сих пор помню, что мне сказал Бог, чем является благодать. Благодать – это не то, что ты делаешь для Бога. Благодать – это то, что Бог сделал для тебя. Благодать – это когда сам Бог входит в твое сердце и через тебя исполняет написанное Божье Слово. Вот у меня какая Библия есть, видите, большая. Очень часто, когда я проповедую людям Евангелие, особенно грешникам, они говорят, Женя, мы не можем жить в согласии этой книги. Кто же так может жить? Не говоря уже о Ветхом Завете. Даже по Новому Завету, когда людям говоришь Новый Завет, они говорят, кто так может жить? Я говорю, никто. Я говорю, вы думаете, я могу жить по Новому Завету? Не могу. Я в себе не имею такой силы, чтобы мне жить по Новому Завету. Иисус говорит, люби твоего врага. Да откуда у меня силы любить врага? Тут силы нужно любить жену. Тёщу. Ну я так, шучу, да, вы меня поняли, да? А ещё врага там какого-то любить. Я говорю, я не могу любить врага. Потому что наша человеческая природа такая, что мы ненавидим ненавидящих нас в ответ. То есть как? Мы не можем любить. В ответ на ненависть. Как можно прощать того, кто делает тебе зло? Как можно любить того, кто тебе зло делает? А этому учит Иисус Христос. Как можно не ответить злом на зло? Или ругательством на ругательство? Ведь это вся наша природа. Нас ругают, и мы в ответ. Нас ненавидят, и мы ненавидим. Это наша природа. Но Иисус приходит и говорит, люби твоего врага. Я говорю, я тоже не могу этим жить. Но когда приходит Святой Дух, Христос поселяется в твоём сердце через Божью благодать, через излияние Святого Духа. И сам Христос в тебе живёт своим собственным словом. Когда Христос в тебе, Христос в тебе любит врага. Ты не можешь? Не, не можешь. Стоит только благодать. Так, условно говоря, отойти от тебя. Ты во всей своей красоте, твоего дреного характера сразу же проявишься. Но благодать это, когда Христос поселяется. Не дай вам говориться в Евангелии, дайте Христу вселиться в ваши сердца верой. Почему? Потому что Христос приходит в нашу жизнь через веру. А когда Христос через веру пришёл в твою жизнь, в твою жизнь пришла благодать. И сам Христос живёт в тебе своим собственным словом. И это уже не ты живёшь, как сказал апостол Божий. Уже не я живу. А живёт во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой Сына Божьего. Не просто в Сына Божьего, а верой Сына Божьего. Потому что через благодать в твою жизнь приходит та же самая вера, которая была в Иисусе Христе. Вы только подумайте о величии Божьей благодати, которая приходит в твою и мою жизнь незаслуженно. Так вот, закончу следующими словами. Благодать изумительная приходит через веру тогда, когда ты этого абсолютно недостоин. Она приходит потому, что Бог благой, а не потому, что ты молишься, постишься, ревнуешь, ищешь чего-то и так далее. Хотя всё это неплохо, и молиться, и ревновать, и искать. Но благодать приходит через веру к тем, кто её не заслуживает. Благодать – это когда Бог в тебе исполняет Своё Слово. Это и есть Новый Завет, как сказал Бог, обещая своему народу, «Я вселюсь в них и буду ходить в них, и буду ихним Богом, а вы будете моим народом. Я вселюсь и буду ходить в них». Это и есть благодать Божья. Сегодня, друг, брат и сестра, раскрой своё сердце для Господа Иисуса Христа, чтобы Он туда вошёл. Позволь Ему вселиться в твоё сердце через благодать, через раскрытие твоего сердца. И когда Он туда войдёт, Он начнёт в тебе жить своим собственным Словом. И тебе не придётся выдавливать из себя верующего. Ты просто станешь верующим, рождённым свыше, святым, так скажем, по умолчанию. Просто святая жизнь через Божье Слово будет проявляться внутри тебя самого. И всё это делает благодать, а не твои заслуги. Не самоправедность, не законничество, не аутотренинг, где ты сам себя тренируешь. Я святой, я святой, я не грешу, я не грешу. Нет. Когда приходит Святой Дух, Он приносит силу. Ведь это обетование, вы примите силу, когда на вас сойдёт Святой Дух. И вы будете мне свидетелями, сказал Иисус. Это благодать. И пусть она отображается в вашей жизни. Я желаю вам счастья. Будьте благословенны. Аминь.